Сегодня квантовая теория поля. В отличие от шарика, положение которого можно определить точно, на микроскопическом уровне частица не находится строго в одной позиции. Ее присутствие распределено в пространстве с большей или меньшей вероятностью. Такое описание частиц в качестве волн амплитуды вероятности относится к квантовой механике. Вот частица распределена в пространстве с большей или менее вероятностью. Вот частица не может быть распределена в пространстве, она может занимать какое-то место в пространстве. Вот и все. Вот это вот просто объективный факт. Все остальное противоречит логике то есть мы просмотрели 31 секунду до вывесками со всеми несколько секунд контента и сразу же уткнулись в бред люди бредят хорошо вероятности относится к квантовой механики квантовая механика позволяет описать динамику элементарной частицы во времени смелый лозунг позволяет описать дуром кажется что нарушая законы логики можно как-то описать частицу во времени однако несмотря на свою эффективность данное описание не учитывая вранье проэффективность нету там никакой эффективности это сборище сумасшедших которые бредят первый пример бреда услышали сразу на первых секундах не не учитывает два аспекта во-первых квантовая механика не способна описать ситуации когда число частиц меняется со временем но в природе мы часто наблюдаем как частицы могут появляться и исчезать например когда электрон в атоме поглощает фотон во вторых квантовая механика рассматривает каждую частицу в отдельности однако в семействе частиц таких как электроны все они демонстрируют одинаковые свойства и поведение почему электрон из далекого космоса обладает в точности такой же массой и зарядом как электрон в яблоке хороший вопрос мы на него дали нормальный ответ потому что у нас есть базовое гравитационное поле которое имеет строгий набор частот и так далее в этом поле частица узыграться подстраиваться она может быть либо такой либо такой либо такой все находится в гармонии это дает определенную дискретность определенный шаг чтобы ответить на этот вопрос нам придется сконструировать новую математическую основу более общее описание которое согласовывает квантовую механику и специальную теорию относительности мы построим согласует одну теорию которая начинается прямо с бреда с другой теории которая занимается марсификация предмета счета нарушением логики ну если скрестить одну сто процентов не научную теорию с другой сто процентов не научной теории что получится бред бредский строим самую успешную основу которая нам доступна для описания мира на микро уровне в этом видео вместе мы построим квантовую теорию поля начнем с пустой вселенной теория относительности учит нас что ткань вселенной это пространство-время для упрощения мы представим только два измерения реальность такого что у вселенной нет никакой ткани который состоит из пространства-времени мы опять вернулись к тому что теорию относительности нужно воспринимать как религиозное учение она учит что у нас есть ткань пространство-время вредятельно-вредятельно что делать с этим теория относительности учит нас что ткань вселенной это пространство-время ткань вселенная про кран с во время вообще это поэтическая жда ткань вселенной пространство-время здесь пространство есть материя тут объективно существующие объекта ткань вселенной что считать материю расположена в пространстве нет они предлагают считать ткань вселенной пространство и время реальный физический объект и сравнительную характеристику густая форма бреда для упрощения мы представим только два измерения пространства и временное измерение мы взяли три измерения вот смотрите мы взяли для упрощения взяли только три измерения из них два пространства одно время да то есть одно одно мерность пространство мужики 0 забыли уронили расплескали и припихнули из них сравнительно ухоротились теперь заполним нашу вселенную содержимым материей стоп как в двумерное пространство можете заполнить двумерную плоскость заполнить поверхность как вы можете заполнить полная бредятина ребятушки вам надо было брать трехмерное пространство и плоскость вы не можете заполнить ранее мы видели что все частицы одного типа к примеру все электроны абсолютно одинаковы как если бы они были лишь локальным проявлением одного объекта лежащего в основе который заполняет всю вселенную поля поля это поля частицы это частицы когда частица это локальное проявление поля это тоже опять уже такая переход к поэтическому 1 до мы смотрели поэтический переход ткань заполняющая вселенную лечу там они да сейчас вторая поэзия это поэтическая теория это не научная это теория это поэзия чтобы добавить содержимое в нашу вселенную начнем с добавления поля проявление поля частицы тут добавление поля давайте в математике поле подобие жидкости которая заполняет все пространство время причем из математика физики поле это что вы математическую модель создаете полняет все пространство время в каждой точке которого жидкость которая заполняет все пространство время так ну ладно жидкость заполнила пространство понятно как она заполнила время у вас дальше вы поставили две мерности пространства то есть вы взяли плоскость у вас плоскость заполнена жидкостью и время заполнено жидкостью мы налили время сейчас сравнительную характеристику ну мы вот это еще один бреда тут бред на бред еще на бред количество бредов я не знаю сколько здесь время в каждой точке которого находится математический объект математический объект названный жидкостью жидкость в общепринятых представлениях это совокупность частиц вы делаете поле совокупностью частиц вы не дискретный объект записали в дискретное но это еще один бред это квантовая теория поля это может быть поле чисел приехали поле чисел это не может быть полем чисел это вообще жизнь какая-то числовое поле числовое поле это безграмотная математическая абстракция числовое поле числа в природе отсутствуют числа нет ни ширины и не длины не высоты не массы ничего вы запомнили заполнили ничегошками пространство и пытаетесь бред что это заполнение полем при этом ваши ничегошки это модель жидкости вообще нас полностью слабоумная бредятина людей которые вот на уровне элементарных азов не могут сосредоточиться не знают ни физику не математику такую бормочут чушь логику не знают векторов или прочих более экзотических объектов векторов направленные отрезки пространство наполнено направленными отрезками так что блин вообще чушь или более экзотических объектов или более экзотическими объектами короче взяли пространство на пол модель пространства пока что двухмерную плоскость они брали они брали плоскость плюс время которые выдают за пространство сейчас мы же уже не вспоминаем да что мы взяли две геометрических мерности и одну временную да и что мы заполняем вот эту вот слабоумную конструкцию математическими объектами ну ребята это густая форма бреда не имеющая отношения к науке это деятельность имитирующая научную но по сути таковой не являющаяся с учетом этого специальная теория относительности накладывает некоторые ограничения мы не можем не учитывать определенные симметрии которые соответствуют геометрии пространства-времени плюс накладывается куча дополнительных факторов не имеющих отношения к реальности которые больные дяди математики лишенные логики попытка сосредоточиться отчаянно набредили так этому сколько смотрели три минуты ребята дальше на голосование поле три минуты мы посмотрели это просто лютый бред это лютый бред который не может дать ничего научного это просто стыдная позорная бессильная бредятина интеллектуально ничтожная интеллектуально бессильная бредятина если они вот это вот выдают за науку это вообще ну трагедия это страшно почему мы дожились что вот эти вот уродцы вообще делают системе образования и вообще зачем мы вот этот внешний бред вот присланы из-за рубежа бред вот когда вам прислали бред который может только вашу страну в такие средневековые цивилизации загнать на уровень отсталых стран и мы его на полном серьезе смотрим на наших каналах обсуждаем это вообще ну край нас уже довели до пропасть осталось пальчиком спинку толкнуть там или черкануть так по шейке все это вот они с нами так работают наша наука в стопоре вот благодаря этому мы на инженерии едем достигаем каких-то результатов благодаря нашим инженерам благодаря физикам и только вредим благодаря математикам и только вредим туда страшно это это то что разрушает нашу страну наше будущее с этим надо бороться с этим надо что-то делать подключайтесь другие каналы открывайте рассказывайте правду давайте свой контент делайте показывайте насколько это все уже научно наше общество должно знать что происходит с вами был виктор котёщик научный трибунал всем добра и 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